Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 я так думаю да он очень не утвержден когда сдашь его эксплуатацию на будет несет если интересного то есть они разрешили вам да да есть вот поведомления на сайте я знаю даби это уведомительно бы отправили они составили место буду на уху ваню проект прошел экспертизу здесь написано житлового немного квартирного будинку мне кажется немножко есть некоторые то что вы построите житловый будинок для себя четырехповерхового вы можете на это право а многоквартирница немножко уже меняет так ну я не знаю написано житлового будинку но не нам указано что 24 квартиры вот это же где тут указать мистерную умову та обмеження будинец 4-провыхового житлового будинку с подвальным техничным поверхом за адресу садим неделянка видите призначение для буденецового житлового будинку не указано что там квартира я говорю просто есть ну реально я просто сейчас а че я написали что здесь это волосчук сико подтверждал да мы не вопрос волосчуку и медлят значит разница житловой будинок и многоквартирный житловой будинок это я уверен в этом что 100 процентов есть разница вот я вам говорю маяти здесь не нету многоквартирного будинку пока же многоквартирный будинок цель же предподразумевает продажу квартир понимаете участие нескольких людей в этом понимаете хорошо ладно выйдем сейчас люди к людям поговорим от колощуку тоже сходим пообщаемся над тем ну мы там смотрели какие документы ну тех условия там таки коммунальное предприятие подписывала единственный вопрос что меня смущает в ихнем разрешении на строительство да там есть на строительство житлово четырехэтажного дома а на самом деле это не жилой четырехэтажный дом на самом этом жилой много квартирный четырех и это немножко разные вещи жилой и много квартирный потому что моря квартирный это уже квартиры а жилое я могу постоит мы своем участке четырехэтажного но для себя одного а здесь 24 квартиры и назначения земельного участка здесь тоже поджилой дом но немного квартирные а наверх картина я застройка вот ну почему-то мне так кажется предусматривает разработка детального плана территории согласование в Потому что Волощук не подписал многоквартирный, он подписал житловой. Надо идти к архитектору и пусть он отвечает на вопросы, что он согласовывал, многоквартирный или жилой дом. Нас волнует один вопрос. Сечение трубы и расход. Нам много квартир, у нас давления не будет. У нас леска идет наверх. Уже начинаются перебои с водой. Включится этот дом, как говорят, емкости в подвале. Они будут постоянно набираться. Давления в системе нет. Согласен, я понимаю ваши опасения. Или пусть свою линию кидает. Но труба не рассчитана на такой расход воды, объем воды. Вот это нас напрягает. Мы когда тянули, нам и так сказали, что вот эта труба предназначена на 30 домов, самое большое. Сейчас получается, добавляется у нас 24 квартиры. Это как 24 дома? Да, как 24 дома. Как дальше быть? У нас и так с напором проблема. А теперь вообще получается, что мы и написать не сможем. Получается, для такого, понимаете, когда утверждается проект новоквартирного дома, из-за согласования с детальным планом территории, всегда разрабатывается, как придут коммуникации. Они пока ушли от этого, потому что никто не хочет разрабатывать проект коммуникации. А коммуникации, понимаете, им заставили бы правильную канализацию тянуть, правильный водопровод тянуть отдельно. Понимаете? И опять же, давайте будем честно, потребление электроэнергии одного дома и потребление дома с 24 квартирами разное. Вот как они тех условия сейчас будут согласовывать? Для них нужна какая-то подстанция отдельная? Это же все-таки не маленький дом? По свету это уже другой вопрос. Ну тоже вопрос, да. И по воде вопрос, да. И по свету, и по свету. Тут нагрузка на сеть, да. Кондиционеры, поляра. Тут нагрузка на сеть. А если не было разработки детального плана территории под это, то мне кажется, это немножко не совсем правильно. Ну, надо выяснять этот вопрос. Думаю, надо пойти к голове Лидии Ивановны. И что она говорит? Мы хотим, мы будем, короче, мы собираем подпись. Так. Под двором. Так. То есть мы будем обращаться к председателю, но мы хотим их пригласить на собрание. Председателя Фисюка Водотранс. Давайте. И представителя... Я вам еще хочу сказать такое. Знаете, почему они уходят от детального плана территории? Детальный план территории согласовывается с соседями. Если вы будете против, то его не утвердят. Они уже построили, а теперь будут там... А на таком основании, вот они строить начали, с нами никто не согласовывал. Собрание никто не собирал. Не проверил, согласен. Мы вообще никто, никто ничего не знал. Сегодня уже воду тут подключаем. Вот уже смотрим, что уже вода подключается. Ну вы же видели, что здесь строится дом? Нам сказали, у нас вода браться не будет. Теперь как? Ну вы же понимали, что вода откуда-то браться будет. Ну лишь там один трубок, извини, пожарный. Я согласен. Я на лишних карт. Давайте собирать собрание. Давайте пишите заявление. Пусть придет сюда и директор нашего коммунального, пусть придет и Лидия Ивановна, пусть придут депутаты. Вот мои телефоны. Давайте мы проведем это собрание под видео. Пятница. Давайте. Давайте. Мы сейчас решим или пятница, или завтра. Потому что мы смотрим, что оно уже ускоряется. Как только вы согласуете время, позвоните мне, скажите. Хорошо? А вы депутата обращались к своим? Да. И что? Да, депутата у нас. С одной и с другой стороны. А что? Сейчас должна вот одна... Кажите, я разумею. Вы говорите, мы знали, что тут строилась многоэтажка. Что мы можем сделать, чтобы она не строилась? Сами решайтесь. Ну вот, если что задали вопрос. Вы же знали, что тут строилась многоэтажка. Что мы можем сделать, чтобы она тут не строилась? Ну, на все. Возмущаться. Возмущаться. Чтобы они нас, наличные, которые потянули в свои карманы этот водопровод, они будут подключать на это здание. Нам никто не предупреждал, во-первых. И откуда я знаю, в чем они делятся? Я не знаю абсолютно. Пишите заявление, да? Собирайте собрание, мы прием однозначно. Потому что я давно смотрел на этот дом, но люди молчат, знаете. Хорошо, что вы начали говорить. Потому что мы не знали ничего. Пусть они ведут себе отдельный водопровод. Сегодня будем приглашать официально каждого члена дома. Будем приглашать официально на собрание. Я бы пообщался с сотрудниками РЭСа, узнать у них, сколько энергопотребления будет этого дома. Здесь тоже линия рассчитана на количество домов. А сейчас 24 квартиры. Это как квартира, как один дом. Канализация под людей носом. А здесь канализация есть? Да, дом под носом. Под носом есть. Ну, все, давайте собрание. На что мы будем сейчас говорить? Нам нужен директор коммунального. Нам нужен глава поселка. Нам нужны депутаты местные, что они скажут на эту поводу. И будем обсуждать. Согласен. Если здесь есть какие-то нарушения, они должны их исправлять. И тянуть себе отдельно. Если они уже дом ставят, значит они должны были как-то или... Получается мы лет восемь назад тянули вот на 28 домов. Я думаю, я попробую пригласить еще архитектора Волощука сюда. Я увидел его там подпись, но у него подпись стоит не под многоквартирным домом, а под житловым будинком. А это немножко разные вещи. Понимаете? Они так уходят от этого, знаете, нивелируют, что это вот. Надо спросить у архитектора, есть отличия от житлового будинка, кем-то квартирный будинок. Я уверен, что есть на тихом слое. Ну, хорошо, будем ждать назначения собрания, обязательно его осветим. Роман Нарушницкий, Андрей Хлопчик, Альтернатива ООС.